Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 ноября, Православная Церковь совершает праздник в честь обретения мощей преподобного Кирилла Новоизерского. Родился преподобный Кирилл от благочестивых родителей в городе Галича. Уже будучи отроком, он стремился к иноческой жизни. Оставив тайно родительский дом, он отправился в обитель преподобного Корнилия, о которой ему часто рассказывали родители. На пути к этой обители Кириллу встретился некий старец, который, осведомившись о цели его путешествия, благословил его намерение идти к святому Корнилию и затем стал невидимым. Преподобный Корнилий весьма благосклонно принял Кирилла и постриг его в иноке. Молодой инок ревностно стал проходить иноческое житие. Между тем, родители Кирилла уже потеряли было всякую надежду найти его и даже стали считать его умершим. Но вот они от одного инока узнали об местопребывании своего сына. Тогда отец Кирилла отправился в обитель святого Корнилия, но здесь, в строгом постнике, он не узнал своего сына. А когда затем признал в нем Кирилла, то и сам постригся в иноке под именем Варсонофия. Мать Кирилла перед смертью также восприяла иноческий чин. По смерти отца Кирилл, раздав нищим оставшееся после него имение, отправился на север, в глушь лесов, чтобы здесь вести вполне уединенную жизнь. Сурово протекала жизнь преподобного в этих пустынях, где пищей ему могли служить только трава да кора деревьев. Отсюда приходил он иногда на поклонение святым местам в новгородские и псковские пределы. Так как тело его стало постепенно ослабевать в подвигах, то он молил Господа, чтобы он указал ему место постоянного пребывания. Горячая молитва подвижника была услышана, и, повинуясь небесному указанию, святой Кирилл отправился к Белоозеру. Здесь с одной горы он увидел новое озеро и на нем Красный остров. Явившийся подвижнику во сне ангел дал ему указание, что здесь Бог избирает ему место пребывания. Пробудившись от сна, Кирилл твердо решил основать на Красном острове Божию обитель для каковой цели и приобрел вскоре от местных крестьян указанный остров. Затем соорудил здесь келью и две церкви. Тогда же он был поставлен в сан священника. Кирилл ревностно подвязался на новом месте в молитве и посте, претерпевая многие скорби от бесов и злых людей. Особенно же досаждали подвижнику местные рыболовы. Беспокоили его обитель также и грабители, во множестве бродившие тогда по лесам и дорогам Руси. Но и на этих отверженных мира сего действовала нравственная высота святого подвижника. Однажды, когда они приплыли к Красному острову, преподобный обратился к ним с грозным обличением. Хищники, устрашенные этим, молили святого простить их. В другой раз воры сняли колокол с церкви и хотели уже переправиться на другой берег, но заблудились. Встретивший их Кирилл обличил жадность их и указал, что даже и заработанный ломоть лучше украденного каравая, что вор не бывает богат, а бывает горбат, затем, накормив их, отпустил с миром. Это так подействовало на злодеев, что они более совершенно не нарушали покоя новой обители. Жизнь святого Кирилла в обители была во всем примером и образцом для других братьев. Он отказывал себе во всех благах жизни, ходил босой, иногда даже в самые жестокие морозы, сам рубил дрова и копал землю. За такую свою праведную жизнь Кирилл был сподоблен от Бога особенной благодати, святаго Духа и дара исцеления. Однажды ученик преподобного Дионисий видел, что с ним служит литургию диакон, который затем вдруг исчез. Преподобный запретил ему рассказывать об этом чудесном явлении. Около того же времени по молитвам его исцелился от тяжкой болезни один князь, который в благодарность за это велел выдавать для обители преподобного каждый год сорок мер ржи, а также в достаточном количестве масла и соли. Пред кончиной своею преподобный Кирилл с великой прозорливостью предрек те бедствия, которые предстояло испытать российской земле. «Будут, — говорил он, — на земле беды великие и мятеж между людьми, но, прибавил он, царство наше будет умерено и устроено Богом». Представился святой подвижник в мире 4 февраля 1532 года. Вскоре затем открылись знамения особенной близости его ко Господу. Так, когда один инок по имени Кириак заболел, то преподобный Кирилл в сонном видении явился ему и, осенив его крестным знаменем, исцелил от болезни. Затем он исцелил другого инока по имени Макари. Это исцеление особенно поразительно и заслуживает чрезвычайного внимания всех верующих. Макари был наказан Богом за свой своенравный дурной характер, тем, что не мог ни есть, ни спать. Когда его привели к гробу преподобного, то он в корчах упал на землю. Тогда приведшие его иноки положили его на самый гроб преподобного, и больной тотчас же пробудился совершенно здоровым. Много и других исцелений произошло по молитвам к преподобному Кириллу, неустанному молитвеннику нашему пред Богом. Дорогие братья и сестры, всех, кто в крещении или постриге носят имена святых Кирилла, Лазаря, Зосимы, Антонина, Тавриона, Михаила, Александра, Николая, Алексия, Павла, Василия, Иоанна, Вениамина, Сергия, Георгия, Константина и Елисаветы я поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok